ЧЕРЕПОВЧАНКИ На этих штендерах изображены наши родственники, участники Великой Отечественной войны и Трудового фронта. А на сегодняшний момент жива только моя бабушка Рогозина Анна Васильевна, участница Трудового фронта. Бабушки у нас были, они встретили войну подростками, они были участники Трудового фронта. А все остальные у нас, в принципе, были и в боях. Ну и кто-то погиб, кто-то вернулся. Вот мои дедушки, они вернулись, и дедушка мужа. Наши родные не любили рассказывать об этом в тяжелом времени. Но когда появились сайт «Мемориал», «Подвиг народа», «Бессмертный полк» и другие, конечно, мы пополняем свои архивы. Я бы хотела рассказать про своего прадедушку. Петрушин Алексей Кириллович родился в 1921 году в деревне Верхний двор Кайдовского района. С первого дня имены ушел на фронт водителем полуторки. В 1943 году их полк попал в окружение немцев, и так они оказались в плену в Польше. Про плен дедушка не любил рассказывать, и только лишь однажды рассказал про опыты над людьми. Ему и пятерым пленникам удалось сбежать из плена в город Бриенц, Швейцария. После они вернулись на фронт и дошли до Берлина. Фотографии, медали и наградные документы, солдатские письма, архивы семьи Бойко постоянно пополняются. Каждый год что-то добавляется информация. Например, в прошлом году мы узнали о своем родственнике, то, что мы думали, что он участвовал в битве под Севастополь, что там похоронен. На самом деле пришла другая информация, что он где-то похоронен под Литвой и в братской могиле. И вот буквально на днях мы еще нашли фотографию нашего еще одного родственника, это Рогозина Василия Павловича, вот именно 41-го года. Он погиб, защищая Ленинград. Несколько лет назад Наталья решила организовать шествие бессмертного полка и праздничный митинг в родной для семьи деревни Верхний двор Кадуйского района. Сначала в мероприятии участвовали только родственники. На следующий год мы решили привлечь к этому и наших детей. Кристина играла на скрипке, Полина читала стихотворение, Маша и Василина, они исполнили песню. А также я рассказывала про своих родственников. И другие жители, они вдохновились этим и выходили, тоже рассказывали о своих родственниках. И в конце мы, конечно, сделали общую фотографию, поздравили ветеранов подарком, сделанным своими руками, это Георгиевская лента. Мы подарили по цветку и письмо-треуголка с пожеланиями добра, здоровья, долголетия. Знаковое для нашей семьи это событие, все-таки связь поколений. И хочется передавать, и чтобы люди помнили, и мы благодарны то, что действительно есть мир на земле. Конечно, к 75-летию мы тоже планировали мероприятие, но ввиду ситуации в стране, поэтому встанем со штандарами на балконах, мы, конечно, присоедимся к бессмертному полку. Броши из георгиевских ленточек Наталья и Кристина обязательно подарят ветеранам, только немного позже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова